Сейчас мы видим страницу конференц-зала бизнес-центра. На этой странице размещена вся нужная текстовая и визуальная информация о конференц-зале с предоставлением возможности видеть всегда актуальное расписание зала с помощью Google календаря, самостоятельного расчета стоимости аренды с помощью онлайн-калькулятора и бронирования зала с помощью формы обратной связи. В этом видео я хочу рассказать о плагине онлайн-калькулятора, с помощью которого пользователь может сделать расчет аренды. В моем случае стоимость аренды зала не является статичной величиной и зависит от разных условий параметров аренды. Для наглядности и получения формулы расчета я разместил эти условия в таблице Excel. Мы видим переменные условия и их возможные параметры, от выбора которых будет зависеть итоговый результат расчета. Переходим к плагину, который позволит нам создать калькулятор и разместить его на странице сайта. Ссылка на плагин в описании под этим видео. После установки и активации плагина он появится в главном меню сайта. Создаем наш новый калькулятор по условиям из таблицы Excel. Задаем название калькулятора, которое будет отображаться потом на странице сайта. Первое условие это две радиокнопки рабочего или выходного дня. Радиокнопки дают возможность выбора только одного параметра из нескольких. Вписываем название каждой кнопки и указываем параметр, который в данном случае является стоимостью одного часа аренды. Следующее условие создаем с помощью чекбокса. Это необходимость аренды проектора. В параметре указываем стоимость в час аренды проектора. Условия по количеству посетителей создаем опять с помощью радиокнопок. В параметрах указываем коэффициенты, на которые будет умножаться стоимость аренды часа выбранного ранее рабочего или выходного дня. Продолжение следует... С помощью выпадающих списков создадим начало и окончание двух интервалов дня. В параметре каждого часа указываем число равное часу. Продолжение следует... В конечной формуле мы будем отнимать от времени окончания время начала и получать количество часов аренды в каждом из интервалов. Остается создать итог. Здесь все просто. Выполняем нужные нам математические операции с параметрами условий. Я создал одну конечную формулу, но можно создать еще промежуточные итоги, чтобы пользователь видел и промежуточные результаты расчетов. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за внимание. Всем быстрой, простой и результативной работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...